Валерий Курас 1990-е годы. Время расцвета мастерства Левитана, его широкого признания и популярности у ценителей искусства. Но жизнь его и в эти годы отнюдь не была безоблачной, лишенной горести и тягот, не случайно рядом с пейзажами, утверждавшими красоту русской природы и единящих с ней мысли и чувств, в его творчестве есть и драматические образы, в которых живет память о несовершенстве действительности. В таких работах ощущается, что Левитан, говоря словами Александра Блока о Чехове, бродил немало над пропастями русской жизни. В них отразились его размышления о противоречивости человеческого бытия, страдания от столкновений с несправедливостью. А такие столкновения случались в жизни Левитана не однажды. Но среди работ гения немало красочных и ярких полотен, невольно заставляющих улыбнуться, ощутить радость жизни. К таким полотнам относится и знаменитая тропинка в лиственном лесу – папоротники. Густой лес и только на тропинке совсем немного травы, так как она истоктана путниками. Исаак Левитан входил в число художников-передвижников. Но, несмотря на это, ему удалось противостоять условностям этого жанра. Художнику удавалось, не прорисовывая всех подробностей картины, улавливать настроение и передавать его зрителю. Даже ранние его пейзажи были удивительно просты и лиричны. Художника преследовало тяжелое болезнь. Отголоски, которые можно увидеть на всех его пейзажах. Ощущение трагического будущего, одиночества и тоски. Красота леса всегда привлекала и приняла Левитана. Заставляла его рисовать новые и новые пейзажи и искать сюжеты для своих картин. На картине изображен густой лиственный лес и узкая лесная тропинка, убирающая вдаль. Лес у художника нарисован густыми, перетекающими красками. Кажется, что невозможно выбраться из него и попасть домой. Зеленая тягущая чаща и соображает настроение художника. Его тягостные мысли о невозможности выбраться из своей болезни. Тонкая извилистая тропинка, убегающая вдаль, как будто путеводная нить Ариатны, которая выводит его из мрачных темных зарослей своих раздумий и показывает светлое окончание тяжелого тернистого пути. Густой лес на картине выглядит живым, словно настоящим. Глядя на полотно, как будто окунаешься в эту тихую, умиротворенную атмосферу. Природа тихая, беззвучна, мысли медленны и спокойны. Именно так художник растворялся в своих работах, словно уходя в глубину своих шедевров, отрекаясь от действительности. Так, даже прославившись, он все-таки постоянно терпел всевозможные неприятности из-за своего еврейства. В то самое время, когда он в 1892 году работал над вечерним зоном, началось выселение из Москвы лиц еврейской национальности. И в один прекрасный день Левитану было предписано, как некрещенному еврею, в 24 часа покинуть город. Несмотря на протесты художественной общественности, живописцу пришлось какое-то время жить то в Тверской, то во Владимирской губерниях, пока хлопоты друзей и сознающих обсуждность совершившегося влиятельных лиц, в том числе Третьякова, не позволили ему вернуться в Москву. Первая среди картин своеобразной драматической трилогии, созданная Левитаном в первой половине 1890-х годов, у Омута, начатая во время пребывания Левитана и Кувшинниковой в 1891 году в имении Панафидиных, Покровская в Тверской губернии, под впечатлением от Омута, предание которым некогда вдохновило Пушкина на создание русалки, картина, тем не менее, лишена мифопоэтического фантастического оттенка. Скорее прав Нестеров, считавший, что в этой картине запечатлено нечто пережитое автором и воплощенное в реальные формы драматического ландшафта. И изображение этого сумеречного гиблого места есть проекция в природу драматизма, внутренней жизни Левитана в то время. В самом центре картины мы видим мостик, сложенный из бревен. На первый взгляд он кажется широким и надежным. Но эта надежность весьма обманчива. Кто ходил по таким мостикам, знает, что бревна от влаги становятся скользкими. Часто перейти через такую переправу просто невозможно. И вас ждет холодный Омут. От воды отражается солнце, но от этого она не становится теплее. Стоит только попасть в этот Омут, и он поглотит вас навсегда. Наверное, в таких водах живут сказочные русалки и водяные, которые затаскивают зазевавшихся пловцов к себе. Кстати, лес тоже напоминает чем-то сказочные дебри, в которых добрые молодцы ищут похищенную принцессу. Над всей этой мистической красотой замерло хмурое и строгое небо. Кажется, что оно тоже участвует в общем заговоре против смельчака, который решится перейти мостик и проникнет в зачарованный лес. Многие критики недоброжелательно отнеслись к этому поводну. Но на самом деле и мостик, и странный лес, и Омут являются отражением внутреннего состояния художника. Он переживал личную трагедию, которая нашла отражение в творчестве. Можно сказать, что великий человек впустил нас на мгновение в свой внутренний мир, открыл нам свою душу. Поэтому нужно вести себя тихо и просто наслаждаться этой таинственной красотой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ